Миланское метро Так, ну сегодня замечательно, солнышко не светит Прошло несколько минут Такое впечатление, что мы поднимаемся уже в вечность Так, и тут начался дождь Мы продвигаемся вовнутрь Так, ну что, мы доехали уже до станции Так, ребята, чтобы вы понимали, какая очередь Это просто, это просто капец Так, ну что же, друзья, доброе утро День второй, Милан Мы спустились в Миланское метро Выдвигаемся в центр, опять же, к собору Хотим посетить его внутри И забраться повыше на террасу Поэтому И сейчас покажем вам метро Вам наши коллеги Покажем, как выглядит итальянское метро Вот так вот, вот так вот выглядит билетик На три дня, 15 евро Вот, прикладываешь в пик Погнали Прошли Идем вниз Народ вниз Метро неглубокое Нету ни тут эскалаторов Просто лестницей Специлицы попали на станцию Вот едет и наш уже Миланское метро Все на работку А мы не на работку Заходим Что-то сегодня не так прохладно Как, да? Петочка С плевкой А у меня как будто вторая голова Так, ну что же, доехали Знаете, самое прикольное В итальянском метро Что там сделают интернет И световая связь Так, ну сегодня замечательно Солнышко не светит Травка не растет, кавица Уже очередь Обратите внимание Туристов Нифига не меньше с утра Вот Идем покупать билеты Думали, что только онлайн Оказывается, есть еще тикет-о Офис Будем наверх подниматься С собора Поэтому Сейчас узнаем Почем билеты Купим И будем выставить очередь Покажу вам с этой стороны Вот центральный вход И вот там вот Тикет-офис Но можно еще купить билеты Тут на заборах QR-коды Переходишь по QR-коду Покупаешь онлайн На лифте 25 Можно на лифте подняться 25 Это полностью Полно 12 Ага, хорошо А пешком сколько стоит? 20 евро И 10 Ага, окей Значит, ребята Здесь Только для групповых туров А мы проходим дальше Вот там надпись Тикет И вот идем туда Сейчас узнаем Что почем Потому что непонятно Слушай, но он Реставрируется И такое достаточно И маленький, конечно Но красиво Красиво Так, ну мы разобрались Вот мы берем Здесь комбо лифт Это все вместе Терраса 25 на лифте Поднимаешься И комбо Стеирс Это 20 евро Взрослый И 10 Дети Так, друзья Ну, в общем Перед тем, как ехать Четко прочтите правила Потому что Ну Логично Нельзя В коротких юбках Девочки В коротких шортах В каких-то там Типа На бретельках И так далее Майках нельзя Вот Поэтому Но это не проблема Тут можно приобрести Накидочку И Сколько стоит накидка? 3 евро 3 евро стоит накидочка Покупаешь И погнали Поэтому Ну и останется на память Накидка Я не знаю Так, если кэш Вот тут дают На входе в это здание Такой талончик Номер очереди И вот там На табло Или там Показывают Какой тебе Когда твоя Твоя очередь Поэтому Не Заблудитесь Ну вот так вот Выглядит Это накидочка Ну это чисто Пройти в больницу В операционную Посмотреть Ничего Как красиво На выпускной Можете Нормально 3 евро, да? Ну да Это такое Нормально Казатренник Стиль Ленка не прошла Фейс-контроль Придется купить Того мы заплатили 53 евро Доча Ты счастлива Идти наверх По ступенке? Тут не высоко Я так Глава Так, ну мы идем К воду Обошли Задняя часть Посмотрите Как красиво С другой стороны Тоже Деревья Закрываются Иду Опа О-о-о-о Вот Конечно Все выглядит Очень Большим И высоким Так, решили Набрать водички Везде Питьевая Вода Я надеюсь Она светая Ну это классно Когда в центре Есть питьевая Вода Можно набрать Она ледяная Конечно Проходят Ремонтные работы И небо Сегодня В общем Чтобы вы понимали Ребята Большинство людей Не экономят 5 евро И поднимаются Наверх На лифте Но мы же Не из таких Мы любим Ходить пешком Тем более Это полезно По лестнице Ходить Погнали Ребята Вот она Лестница Будем Шагать Интересно Сколько Никто Не прогуглил Нормально Мы 300 Ходили 500 Еще не ходили А ты Медленнее Толщина стен Смотрите Как обычно Ага Иду 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 Толщина 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 Так Ну я что-то пока не понимаю Поднялись мы И ходим просто вокруг Толщина Толщина Так А наверх Еще дальше А вот Толщина Какой смысл Там с той стороны Будет лестница Или мы будем Обратно Возвращаться Ну в общем Пока Идем Ходим Вокруг Вы знаете Как я люблю Мощи Так И тут начался Дождь Мы идем Идем О Так Мы идем Так Тут пробка Теперь Ну а кто наученный Подготовленный Ааа Мы наученный Подготовленный Вон мы Крошки сзади В дождевиках Посмотрите Какая красота Здесь Какой открывается Шикарный Вид На дождливый Милан Там вот Новый город Высотки Высокий сад Шикарно Сегодня на концерте Будет супер Болотное месиво Надо идти Покупать резиновые Сапоги Я другого Варианта Не вижу Чтобы там Месить грязь Сто процентов Сто процентов Рекомендую Купить Просто резиновые Сапогила Мы продвигаемся Внутрь Дождик только что Был сильный Сейчас чуть-чуть Успокоился Поэтому Можно снять Недолго мы Здесь побыли Так Что мы уже Внутри Немного Было Влажненько Ну Недолго Это Внутри Спускаемся вниз Я не знаю Куда Мы идем Говорится По приборам Не стопа Мне показалось Что он говорит Остановитесь Чтобы толпу Не созвать Не стопа Ну Из Их Их Спик Инглиш Их Спик Их Спик Инглиш Не стопа Не стопа Не стопа Не стопа Не стопа А вот тут Можно показать Какое интересное Здание Посмотрите Хотел вам Показать Очень важную Историю Вот Смотрите Тут Тут висят Таблички Видите Как Они Прикручены То есть Камень Не сверлят Только Вот Швы И тут Шов Либо Не хотят Повреждать Повредить Камень Либо Тяжело Его Просверлить Одну Из двух Кто знает Напишите В комментариях Да Тут тоже Красиво Как Вода Течет Девочки Там Фотографируются Я за ними Подглядываю Так Ну что Нагулялись Нафотографировались Спускаемся вниз В принципе Не тяжело Подниматься Я не понимаю Зачем Это Лифт Надо Но Мне кажется Можно Куда-то Выше Было Подняться Что-то Мы Где-то Этот Момент Упустили Сейчас Узнаю У своих Что они Чуть Чуть Низ Пошли Я Задержался Спускались В общем-то Две минуты Лифт Это Бесполезная История Ну Только Для тех Кто Говорят Ноги Или Что И Вот Мы Попали Внутрь Собора Посмотрите Как Тут Красиво 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 Чуть Чуть Вам Покажу Собор Внутри Вот Раньше Строили На Века Не то Что Сейчас Там Кодор Какой-то Запутанный Пережила Сколько Воин Это Сколько Всего Сильно Ты Богиня Венера Венера Вот Они Коррупционные Схемы Древности Куда Все Бабки Сливали Трое Такие Себе Дворцы Честно Ребята Вот эти Все Соборы Это Так Показать Вам Кому Это Нравится Я Не Это Все Красиво Все Это Но Сидеть Здесь Долго Проводить Время Многие Тут Чувствуют Какое-то Умиротворение Я Не знаю Я Чувствую Умиротворение Где-нибудь В горах В лесу На Природе Но Не Здесь Это Точно Ну Что Мы Опять Вернулись В Сир Что Мы Делали Все Это Время Мы Зашли В Декатлон Купили Еще Парочку Принадлежностей Для концерта Вот Дождевичок Там Специальную Обру Потому Что Волнуемся Что Будет Болото Будет Ливень Полотенце Купили Сейчас Мы Идем Вот По Такой Местности Город Шумит Много Людей Станция Метро Закрыта Мы Идем К Следующей Станции Непонятно Что Закрыли Почему Закрыли Станцию Что Там Произошло Я Так Полагаю Что Эта Станция Тоже Закрыта Не Лар Это Лар Это Лар 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 Тоже Открыта Поэтому Спускаемся Едем Дальше Себе Что Там Полиция Была Непонятно Закрыли Пока Мы Вышли Обратно Мы Не Вернулись Станция покажу вам квартиру тут у нас есть вот пиццерия ребята делают достойная пицца но мы еще не пробовали но судя по всему прикольно вот там вот кафешка вот с козырьком с черным и утром там пили кофе или круассаны станция называется горло горло нормальная такая станция поэтому тут хорошая развязочка много магазинов кафе до центра ехать 15 минут поэтому рекомендую в этом районе очень удобно останавливаться так ну что мы уже пришли в квартиру как я обещал провести обзорчик подъезд такой стандартно заходим тут прикиньте открываются так дверь и очень продуманно не чуть-чуть дальше и про фигачила вот так дырочку смешно вот такая вот приход большим комодом такой печаль что тут человек 20 живет на самом деле тут вот кухня с раздвижным диваном тут дети спят пицца позже покажу вкусно кухонька с плитой все принадлежности есть кастрюли шмастрюли чашки цукер мюль то есть мусор сортируем в холодильнике у нас немного пива и вина и сладкой водички микроволновка кстати тоже есть так там у нас ванну и пальца лена закрыта потом покажу на выйдет тут колдовка какая-то вот одна спальня шкаф такой стол выход на балкон балконе вот видно улицу там вход с той стороны получается такая двухспальная кровать кондиционеры в каждой комнате даже есть комиксы так ну вот собственно выродут стиралка вот такая душевая конечно все такое ребята смотрите какое валик тут кладовочка со всякими там лестница отдельная доска сушилка унитаз биде тут наши вещи ну и самое главное какая стоимость этой квартиры сутки 200 чем-то на заплатили 430 439 440 но что в этих пределах да это с комиссией в общем и это 15 минут от центра метро это милан это туристический город поэтому это нормально для европы в принципе в сезон тем более сегодня концерт они все знают какие даты и у них даже ветка метро чаще ходит в направлении концерта поэтому такие цены на квартиры ну все ребятки будем кушать пиццу покажу сейчас пиццу сейчас усядемся ну что ступила пицца тайм сейчас покажу эту пиццу почем она стоит по семьдесят вот ребята все налетайте полетели всем смачного так ну что мы доехали уже до станции до станции обратите внимание какой шикарный райончик тут и сколько людей это все люди идут на концерт это наверное только один процент а то и пол процента ну ребят что с вами там да нет так ребята чтобы вы понимали какая очередь и откуда она идет она там где-то и непонятно вообще начинается и все туда все туда и оттуда это конечно капец сколько это будет людей тысяч тридцать немерено это жесть так ну что ж я отправил всех домой ой точнее на концерт домой и пошел гулять по современному милану и таки прикольные высоточки и бутики как всегда магазины люди что-то хотят какие-то опросы проводят вот иду посмотреть тут есть тут и здание с вертикальными садами хочу посмотреть и так походить как построен немного современный милан современный город небоскребы небольшие фонтаны так что парки новые свежие современные часто покажу так круто я думаю что этот ненадолго быстренько посмотрю эта сторона вот такая высотка на правда с той стороне лучше смотрится вот эти вот вертикальные сады дома супер видите как там вертикальный лес растут деревьев мы обойдем забор очень здорово смотрится тут хорошо ветерочек продывает слушайте близко это прям вообще симпатично за камера передаст не сильно высокие но на каждом баклоне прям деревья такая вот такая вот задумка у архитектора было не а на самом деле очень крутая современная зона не ландшафт и вообще детские площадки люди гуляют пеньки как у януковича заняты дом вот я подошел к этим муралом покажи поближе пис и сверла фича розы фича розы фича розы фича розы очень символично очень современно очень круто это видимо офис ibm или реклама скорее всего прикольный камеру установлены банки не кредит так ну слушайте жарко конечно я перешел на другую сторону сзади менялись а вертикальный лес башенка здесь я вам хочу сказать становится до жарко буду я выдвигаться старый город я закончилась водичка еще набрать мне понравилось вкусненько это пойду где-то сяду посижу перекушу может быть даже не знаю пойду по магазинам может положить какие-то найду себе приключения вот ну честно мне больше нравится старый город это тоже все прикольно современные всякие небоскребики старый город как-то для брожения привычный что ли больше можно просматривать это все такое огромное но вы напишите в комментариях что вам больше нравится обратить по старому городу или по-новому ну и конечно не забывайте ставить лайк подписку спасибо увидимся в старом городе итак это просто это просто капец там нереальное количество людей я такого давно не видела это это просто 6 а куда нам идти мама дорогая о боги это видите мы уже близко вот там сцена и еще нас попросили снять крышки да на входе первый раз такое видим это все концерт стройки милане первое что нас встречает это мерч мерч пожалуйста что хотите у арины есть на все про все 40 евро 20 от мамы 20 пап поэтому она может сейчас что-то себе купить так это зона вот мы здесь засели кинули так сказать кости и ждем концерта концерт вот так как у нас дети им в толпе будет ничего не видно мы решили стать чуть чуть подальше и наблюдать это отсюда так друзья ну что же вот так вот можно быстренько ехав метро зайти в google и посмотреть парочку еще интересных мест быстренько сориентироваться и пересесть на другую ветку метро приехать такое шикарное место где много зелени огромнейший парк тут есть несколько интересных достопримечательностей я решил тоже их посмотреть зайти в парк погулять часик зашел уже я в супермаркет купил дыньки где-то здесь в парке заточить ее так ну я уже зашел в парк немножко я вам хочу сказать такая атмосферка в парке все отдыхают но я так понимаю если тут оказаться ночью тут совершенно другая будет атмосферка такие стремненькие типочки вообще людишки попадаются в целом все окей идти мне недолго быстренько туда-сюда сейчас покажу вам еще тут такая башня вот и вот эта башня такое телевизионное или что-то непонятно так ну я дошел этого места куда шел долго шел разных людей постричал хотя тут очень классно зеленый парк смотри какая тут поляна а вот и арка мира наполеоновская эпоха одна из главных достопримечательностей милана символизирует мир это это главные ворота в милан так вот приближу чуть-чуть доход находится недалеко от жидовых залах я думаю что все найдут это главная достопримечательность одна из довольно-таки это крутая так решил я выйти с этой стороны почему бы и нет с этой стороны она тоже наверняка замечательно смотрится правильно интересно с какой стороны она со всех сторон и в эту и в ту ну да получается в ту сторону одно здесь такие атланты сидят или кто это тоже замечательно с полинут это раньше делали строили красоту до этого мы были современном городе тоже неплохо но это прям бомба так друзья вот так вот я шел шел гулял по парку и набрал на такую крепость костелло времен возрождения в ней музеи леонардо да винчи так далее тут проводятся фестивали сейчас покажу какой тут ров какой глубины посмотрите оборонительная крепость настоящая какая огромная пойду сейчас внутрь посмотрю я кстати не рассчитывал на это но чувствую придется пройти сквозь нее прикольно очень интересно место я так понял что она просто проходная сквозь нее проходят вот тут бассейн класс знали очень прикольно здесь вот тут водоемчик шикарный тут тоже можно провести долго времени у меня нет времени блин вы посмотрите как это все выглядит какое оно все огромное к территория башни двор этот сад ров круто же ну что же друзья я уже выхожу с этой крепости вы знаете попадаю на шикарную площадь с фонтанами вам очень неожиданно честно говоря проходит сегодня мой день вот так вот когда один можно спокойно себе никуда не спеша пойти просто насладиться красными местами милана сейчас покажу фонтан фонтан правда крутой центральный вход в эту крепость вокс чувствую скоро начнется дождь до фонтан вот и гром гремит знаете в общем я гулял гулял а вот оказалось это уже и каким-то образом дошел до центра куда мне надо в принципе 10 минут пешочком пройтись либо четыре минуты ехать на метро сзади меня такая красота вот сейчас прогуляюсь и будет все чина здесь не переключайтесь только что вы не понимаете здесь был град с размера с кулак мы только собрались выходить с магазина и начался дождь мы только думаю ну пробежимся только шаг делать тут падает град с размером в кулак я даже не успел заснять потому что мы реально очканули а наши там на концерте сразу звонить им пока вроде все нормально посмотрим что будет дальше а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok